Вот пушка, Тимур, держись. Как пушка стреляла дома? Вот так стреляли танки. В то, что звуки выстрелов уже в прошлом семья Кантемировых до сих пор не может поверить. В шестером с двумя детьми и родителями они переехали сюда только в начале сентября. Вспоминают, что с родиной, с большим домом и кошкой до последнего не хотелось уезжать. Когда уже начали обстреливать наш город, наши дома, нашу одну квартиру, полностью стекла повыпадали, там разрушили дома, участок. А когда муж сидел на работе, возле него летали снаряды, мы уже не выдержали, и я сказала, собираемся и уезжаем. Как рассказал нам отец семьи Рамиль Кантемиров, уезжая, успели взять с собой только самое ценное. Поэтому этот пункт помощи стал для них единственным спасением. Я вот себе взял куртку, то есть мать, супруге взял куртку, маме там шапку взял такую, там дети делал, то есть здесь вот так. За две недели на место сбора принесли уже десятки курток и пар обуви, но особенно здесь ждут вещи первой необходимости. Есть многие мамы, которые поприезжали сами с детьми. Дети маленькие, у них нет возможности работать. И мы оказываем помощь, детское питание очень нужно, и памперсы, и медикаменты, потому что сейчас холодно, дети начинают болеть. Здравствуйте. Гуманитарная помощь здесь принесла? Виталий Федотов в пункт приема помощи увидел случайно. Говорит, желание помочь возникло сразу, да и много времени это не потребовало. Сейчас везде аптеки, магазины, ничего трудного, то есть зайти, приобрести. Да и здесь в центре города, то есть находятся, приехать и оставиться. Оказать гуманитарную помощь беженцам может каждый казанец. Как сообщили нам в пункте приема, сейчас больше всего не хватает медикаментов и средств личной гигиены. Все это можно приносить ежедневно с 11 до 6 по адресу Луковского, 14. Человек, лишившись все, должен получить какую-то помощь от кого-то. Хоть маленькую толику, но должен получить. Алсу Касимова, Рустам Кадыров, эфир 24.